С миром. Так, позвонить еще. Так, так, так. Меня слышно? Благодарю за информацию. Продолжение следует. Продолжение следует. Он, наверное, перепутал, подумал, что ему звонят. Он взял трубку. Все, да, начнем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых молитвами помилуй нас. Аминь. 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 Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо, не находя в себе никакого оправдания, эту молитву мы грешно приносим Тебе, Владыке. Помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем. Не прогневайся на нас безмерно и не вспоминай беззаконие наше. Но и вей ныне любовь свою к нам, по милосердию Твоему, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты Бог наш, и мы люди Твои, созданные рукой Твоей, имя Твое призываем. И ныне пресны во веки веков. Аминь. Милосердие двери, открой нам, благословенная Богородица, чтобы, надеешься, мы не погибли, но избавились Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царь всякого создания, сподобиви меня даже часа и доспетия. Прости мне грехи, которые я сотворил в сей день, делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дай мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, но восстав от смиренного миложа, благоугожду при святом имени Твоему, во все дни живота моего. И поперу борющими враги плотские и бесплотные. И избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и вовеки. Аминь. Сидержителю Слова Отчия, Слова Небесного Отца Иисусе Христе, Ты, Сам, будучи совершенным, по милости великому милосердию Твоему. Никогда не покидай меня, рабатывая его, но всегда во мне пребывай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не попусти во мне бунта бесовского, и не дай вожделением сатанинским обладать мною, ибо всеми погибли во мне есть. Ты, Господи Божий, которому поклоняемся, Царь Святой Иисусе Христе. Спящую меня сохрани, немеркнущим светом, Духом Твоим святым, которым осветил своих учеников. Дай, Господи, мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое. Просвети умы и светом разума Святого Евангелия Твоего, душу, любовь и креста Твоего, сердце, чистоту и слова Твоего. Тело моим Твоим страданиям всепереждающим, мыс моим Твоим смирением сохрани. И подними меня на длежащее время славить Тебя, ибо Ты прославлен с безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым Духом вовеки. Аминь. Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, умила сердце и помилуй меня грешного, раба Твоего. И отпусти меня недостойному, и прости все, в чем я согрешил сегодня, как человек, и даже не как человек, а хуже скота. Вольные мои грехи и невольные, известные и неизвестные, по неопытности или по злому расчету, по спыльчивости или по легкомыслию, или имя на Твоем кляхте, или похулил и в помыслах моих, или кого осмеял, или клеветал кого в гневе моем, или опечалил, или рассердился, или солгал, или не вовремя спал, или не пренебрег нищим, обратившимся ко мне, или опечалил брата моего, или расхвастался, или разгордился, или разгневался, или во время молитвы, умой, к нечестивым мирским мыслям устремлялся, или блудным мыслям предавался, или объедался, или напивался, или по-глупому смеялся, или замышлял злое, или при виде добра чужого позавидовал сердцем, или непристойности говорил, или на грехом брата моего посмеялся, в моя же стучь бесчисленные согрешения, или о молитве не родил, или иное, что злое соделал, и не помню, ибо все это и больше этого сделал. Помилуй меня, Творец мой, Владыка, унылого и недостойного рабатого, И оставь, и отпусти, и прости меня, ибо ты благ, и человека любив. Да с миром лягу и усну, и успокоюсь, блудный, грешный и окаянный, поклонюсь и воспою, и прославлю предчестное имя Твое, с Отцом Единородного Сына, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам? Богатый дарами бессмертный Царь, щедрый и человеколюбивый Господь, за то, что меня линящего служить тебе, и ничего доброго не сотворившего, довел до конца пришедшего дня сего к обращению и спасению души моей направляя. Милостив, будь ко мне грешному, и лишенному всякого дела доброго. Воскрести падшую мою душу, осквернившую в безмерных согрешениях. Удали от меня все злые помыслы, видимость всей жизни. Прости мои согрешения, единственный безгрешный, которым согрешил я перед тобой все день, ведением и неведением, словом и помышлением, и всеми ими чувствами. Ты сам защити и сохрани меня от всякого нападения вражеского, божественным твоим властью и безмерным человеколюбием и силой. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавить меня от сети лукавого. И спаси метующуюся мою душу. И озари меня светом лица твоего, когда придешь во славе. И ныне дай мне сном уснуть неосужденным. И без мечтаний и смущений мысли рабатываю соблюди. И все сатанинские дела отгони от меня. И просвети разумную очи сердца моего, да не усну в смерть. И пошли мне ангелы мирного, хранителя на станке души и тела моего. Да избавить меня от врагов моих. Да восстав с постели мою, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услышь меня грешного нищего раба. Дай мне, поднявшись от сна, волей и совестью, словам твоим поучиться. И через ангелы твоих отгони от меня уныние бесовское. Да благослови имя твое святое. И прославлю и славлю и причистую Богородицу Марию, которую ты нам дал грешным в защиту. И услышь ее молящийся о нас. Ибо знаешь, что она следует твоему человеколюбию. И молиться не перестает. И ее заступничеством и честного креста знаменем. Ради всех святых твоих убогую душу мою соблюди. Иисусе Христе Божь наш. Ибо ты свят и припрославлен во веки. Аминь. Да воскреснет Бог, расточатся вози его. И добежат от лица его ненавидящие его. Яко исчезай дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня. Так и да погибн бес от лица любящих Бога. И знаменующихся крестным знамением. Веселье и глагольчих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень. Прогоняй бесы силам тебе пропятого. Господа нашего Иисуса Христа. Во отшедшего и попрашивай силу дьяволю. И даровавшим нам тебе крест твой честный. На прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий крести Господень. Помогай мне, святой госпожой Деву и Богородицу. И со всеми святыми вовеки. Аминь. Благослови Господи. На чтение святого Евангелия Твоего. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови. От Марка. Шестая глава. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. И за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили. Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосифа, Иуда и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им. Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивились, не верю их. Потому ходил по окрестностям, селениям и учил. Потом ходил по окрестностям, селениям и учил. И призвав двенадцать, начал послать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им, ничего не брать дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую одежду и не носить двух одежд. И сказал им. Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, воссвидетельство на них. Истинно, истинно говорю вам, отраднее будет Содом и Гаморе в день суда, нежели тому городу. И они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласным, говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Другие говорили, это Илья, а иные говорили, это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, что сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Родиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должен иметь тебе жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж правильный и святой, и берег его, и много делал, слушаясь его, и с удовольствием слушая его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшим галилейским. Дочь Иродиады вошла, пресала и угодила Ироду, и возлежащим с ним. Царь сказал девице, проси у меня ж чего хочешь и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить? Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она точишь послась по спешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты мне дал теперь же на блюде головы Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав вооруженосца, царь повелел принести голову ему. Он пошел, отсек ему голову в темницу и принес голову на блюде и отдал ее девице, а девица отдал ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли, взяли тело его и положили его в огробие. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынные места и отдохните немного, ибо много приходящих и отходящих, так что если и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жались над ним, потому что они были как овцы, не имеющие пастырь, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и переломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Был же, евший хлебы, около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Левсаиде, пока он отпустит народ. И от пустихов пошел в гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер был противный. Огл за четвертой стражей ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. А, пропустил. Они увидели его, идущему по морю, подумали, что это признаки, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и делились, ибо невразумились чудо над хлебами, потому что сердце их было окамененным. И переправившись, прибыли в землю Ганессарецкую и пристали к берегу Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, оббежали всю окрестность Тут и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился И куда не приходил он, в селение ли, в города ли, в деревня ли Клали больных на открытых местах и просили его, чтобы прикоснуться хотя бы к краю одежды его И которые прикасались к нему, исцелялись Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже Терахов, 32 глава Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон Бдительная забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон Потрудился богатый при умножении имущества, а в покое насвящается своими благами Подрудился бедный при недостатках в жизни, и в покое остается скудным Любящий золото не будет прав, и кто гоняется за тлением, наполнится им Многие ради золота подверглись падению, и погибель их была перед лицом их Оно дерево претновения для приносящих ему жертвы, и всякий несмысленный будет уловлен им Счастлив богач, который оказался безукоризненным, и который негоднялся за золотом Кто он? И мы прославим его, ибо он сделал чудо в народе своем Кто был искушаем золотом и остался непорочным, да будет это похвалу ему При чтении Евангелия сидим или стоим? Лучше, конечно, стоять Ну, каждый по своей стиле смотрит Если для внимательного слушания надо сидеть, то лучше сидеть А если стоять, то стоять Главное, внимательно слушать Конечно, так-то лучше стоять Но если ноги устали после ночи, ой, целого дня Кто был искушаем золотом и остался непорочным, да будет похвалу ему Кто мог погрешить и не погрешил, и сделал зло, и не сделал Прочно будет богатство ему, и о милостях его будет возвещать собрание Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай за него гортани твои И не говори, много же на нем Помни, что алчный глаз – злая вещь Что из сотворенного зависит левое глаза Потому он плачет о всем, что видит Куда он посмотрит, не протягивай руки и не сталкивайся с ним в блюде Суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай Ешь как человек, что тебе предложено, и не присыщайся, чтобы не возненавидели тебя Переставай, если есть первый, из вежливости, и не будь алчен, чтобы не послужить соблазном Если ты сядешь посреди многих, то не протягивай руки твои прежде них Немногим довольствуется человек благовоспитанный И потому он не страдает от дышки на своем ложе Здоровый сон бывает при уменности желудка Стала рана, и душа его с ним Страдание, бессонница и холера, и речь в животе бывает у человека ненасытного Если ты опремнил себя яствами, то встань за стола и отдохни Послушай меня, сын мой Не пренебреги мною, и впоследствии поймешь слова мои Во всех делах твоих будь осмотрительным Никакая болезнь не приключится тебе Щедрого на хлебы будут благословлять уста И свидетельство отбрать его верно Против скупого на хлеб будет роптать горд И свидетельство о скупости его справедливо Против вина не показывай себя храбрым Ибо многих погубило вино Печь испытывает крепость лезвия закалку Так вино испытывают в сердца гордых пьянством Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно Что же за жизнь без вина? Оно сотворено на веселе людям От рада сердцу и утешения души вино Умеренно употребляемо вовремя Горсть для души вино Когда пьет его много при раздражении и ссоре Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного допрекновения Умоляя крепость его и причиняя раны Наперу за вином, не упрекай ближнего и не унижай его во время его веселья Не говори ему оскорительных слов и не обремяя его требованиями Слава тебе, Боже мой, слава тебе 1 Тимофея 6 глава Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойным всякой чести Дабы не было хулы на имя Божие и учения Те, которые имеют Господь господами верных Не должны обращаться с ними небрежно Потому что они братья Но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены И благодействуют им Учись ему, увещевая Кто учит ином и не следит здравым словам Господа нашего Иисуса Христа И учения о благочестии, тот горд Ничего не знает Но заражен страстью к состязаниям, словопрением От которых происходит зависть, трасть, безлоречие, луковые подозрения Пустые споры между людьми поврежденного ума Чуждыми истины Которые думают, будто богочестие служит для прибытка Удаляйся от таких Великое приобретение быть благочестивым и довольным Ибо мы ничего не принесли в мир, явно Что ничего не можем и вынести из него Имея пропитание и одежду, будем довольны тем А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть И во многие безрассудные и вредные похоти Которые погружают людей в бесы и пагубу Ибо корень всех зол есть сребролюбие Которому предавшись, некоторые уклонились от веры И сами себя подвергли многим скорбям Ты же человек Божий, убегай сего А преуспевай в правила благочестия, вере, любви, терпение и кротости Подвязайся добрым подвигам веры Держись в вечной жизни, которую ты призван И исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями Перед Богом, все животворящим и перед Христом Иисусом Который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом Доброе исповедание, завещаю тебе Соблюсти заповедь чистой и неуколизненной Даже до явления Господа нашего Иисуса Христа Который в свое время откроет блаженный Единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих Единый имеющий бессмертие Который обитает в неприступном свете Которого никто из человеков не видел и видеть не может Ему честь и держава вечная, аминь Богатых в настоящем веке увещевай Чтобы они невысоко думали о себе И уповали не на богатство, неверное Но на Бога живого, дающего нам все обильно Для наслаждения, собирая себе сокровища Для наслаждения Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего Чтобы достичь вечной жизни О, Тимофей, храни преданное тебе Отвращаюсь негодного путтословия и прикословия жеименного знания Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры Благодать с Тобою Аминь Слава Тебе, Боже Слава Тебе, Боже Слава Тебе, Боже Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Господи, слава Тебе Хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова А в очи, услышь молитву нашу Прости меня грешного И помилуй Тайное явное В уме и в помышлении Во все дни жизни Великие и малые грехи мои Прости Собласть, который я подал имя Где я падал и вставал, Господи Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне Отчаиваться во спасении Это помощь Духа Твоего Святого И молитвы Святых Хвала Тебе Аллилуйя Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты дарил мне Веру Твою Святую Даруй мне, Господи, страх Божий И ожидание суда Твоего Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне дарил Святую Библию и указал на толкование Святых Отцов, как на истину Слава Тебе Пресвятая Владычественная Богородица Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами Твоими святыми Матерь Божия, благодарю Тебя Покроем оформлю Битва ей В скорбях, печалях, тесных обстоятельствах Помоги мне от позора, поношения, посравления Отступчивости измены, спаси Молитвами Твоими святыми Хвала Господу нашему Богу За хородство Девы Марии, за род человеческий Дивная заступница наша Дева Мария Пресвятая Богородица Спаси нас Молитвами Твоими святыми Ангел Христов Хранитель мой святой Моли Бога о мне грешном Добрый мой ангел Благодарю Тебя Сколько лет Ты защищаешь меня От невидимых злобных духов Которые могли бы погубить меня сразу Без покоения не отпусти из жизни И в транспорте, и всюду Ты хранил меня, ангел мой И в смертный час не покинь И на мытарцев проведи душу мою И в них царство небесное навеки Господи Благослови народ Твой еврейский Чтобы приняли Сына Твоего Иисуса Христа Как Мессию и Спасителя Благослови Господи И пошли в своих проповедниках Русский, татарский Все европейские народы Американские народы Азиатские Да покаются Изменят жизнь свою Иоанн Креститель Христов Предчеча Христов Моли Бога о нас Иоанн Креститель Научи нажить в бедности Быть благочестивым и довольным Довольствием питанием и одеждой И искать прежде всего Царствие Божие И правды Его И не бояться начальствующих И правителей грозных И не участвовать в бесплодных делах тьмы Но и обличать И устоять верности Богу Господи Услышь наши молитвы И те, кто молится о нас Коснись с детских патриархов Кирилла Варфоломеи Илии Прочих патриархов Франциска Митрополитов Епископов Сергия Феофана Анастасия Савва Игнатия Пармена Священников и диаконов Господи Сохрани путешествующего Отца Якима Запрещенного Максима Извернутого Владимира Анастасия Возуми Господи Возуми Господи Отца Георгия Александра Сергия Далим им покаяние Не вмени Господи им грех Господи Господи Божий наш Благослови священников Геннадия Геннадия Алексия Алексия Андрея Дмитрия Артемия И прости им согрешение Вольное Невольное Благослови Господи Тех Кто является Служителями Твоими Святитель Христов Никола Мерликийский Чудотворец Образ Кротости Воздержание Добрый Архипастор Моли Бога О нас Господи Слава Тебе Святитель Господне Николу Скорый Помощник В деле Благодарю Тебе Ибо Слышишь Молитвы О людях И о животах Господи Боже Наш Слава Тебе Хвала Тебе Милоседный Спаси Нас Господи Помилуй Аллилуйя Святые Пророки Илия Елисей Енох Моисей Самуил Аарон Иов Авень Ной Иосиф Патриархи Ездра Немя Амос Наумысая Иеремия Варух Иезеки Осия Иаиль Агей Сафоний Захария Малахи Давид Нафан Данил Иотроки Пророк Михей Молите Бога О нас Господи Слава Тебе За Святую Библию И за дивных Пророков Которые Движимы Духом Святым Изрекли И записали Эти слова Для нас Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою И дабы День Прихода И нашего Отшествия Не застал Нас Спящим Но вышли Навстречу Себе С горящими Светильниками Истинной Истинной Веры Сосудами Полными Елей Добрых Дел Содеянных В Духе Святом И с Любовью Святые Ангелы И Архангелы Херувимы И Серафимы Все небесные Силы Престолы Божьи Престоящие Помолите Бога О нас Святые Всехвально Апостолы Первоверховный Петр И Павел Святые Венгелисты Матфеи Марта Лука Иоанн Молите Бога О нас Господи Умягчи сердца Правителей Мира Владимира Владимира Дмитрия Александра Рустама Рамзана Эрдогана Ильсура Дональда Да продлится Еще мир Дай нам Господи Хорошего Священника Хорошего Священника В общину Барнаульского Потеряевского И место Ли занятия Определи Нашу Участь Как Тебе Угодно Господи Боже Наш Слава Тебе Хвала Тебе Билосердный Спаси И помилуй Аллилуйя Святые Мученики Мученицы Игнатий Богоносец Поликар Смирский Юстин Философ Власий Харлампик Осма Демьян Андрей Стратилат Ярон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфин Кемедийский Георгий Победоносец Пантелеймон Сороб Святых Мучеников Царь Николай Святой Царского Семейства Владимир Венемин Иосиф Борис И Глеб Авраами Болгарские Молите Бога О нас Господи Укрепи Сердца Наши Слове Твое И малые дети Чтобы искренне Верили в Тебя В гонениях В искушениях Не допусти Да принять Антикство И печати Чтобы в скорби Спаси Помилуй Отца Нашего Духовного Игнатия Сохрани Господи Его Подержи Еще немного Его у нас Чтобы нам Побольше Научиться От Него Дай нам Хоть часть Веры Его Господи Благодарим Тебя За то Что Ты Посылаешь Твоих Угодников Для нас Грешных Благодарим Тебя Господи За все Слава Тебе Да будет Воля Твоя Благослови Господи Всех Братьев Честер Общины Барнаульской Потеряевской Спаси Хай Помилуй Господи Сотвори Волю Твою Святую И на нас Грешных Виталий Владислав Елена Марина Павла Руслана Сергея 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 Екатерина Наталья Усатая Игоря 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 Спаси По воле Твоей Святой Великий Учителя Церкви Василий Великий Григорий Богослов Иван Златовуст Афанасий Великий Ефрем Сирин Антолий Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнилий Иов Сергий Раджерский Стефан Перпский Серафим Саровский Святитель Феофан Святитель Игнатий Иван Тобольский Кронштадтский Иван Шанхайский Кирилл Мефодий Митрополит Иннокентий Митрополит Николай Японский Макарий Алтайский Филарет Московский Все переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Напомил Спасет Господь Нас Да дарит Нам Жажду Слова Божия Любовь Святой Библии Святые Жены Девы Фекла Первомучества Фатина Самарянина Вера Надежда Любовь Близки Лакила Андроник Юня Киприя Анаустина Молите Бога О нас Дары Господь Послушание Молчание Целомудрия Сцедливой Женам И девам И сохранив От поругания Нападений Добрых Людей Хвала Тебе Слава Честь И поклонение Отец И Святой Дух Аминь Молим Господи О всех Начальствующих Наших Начальниках На наших Работах Коснись Господи Сердца И сотвори С ними По воле Твоей Святой Господи Также Молим О всех Наших Близких Родственниках В заблуждениях Пребывающих Коснись Господи Сердца Вразуми Их И помилуй Господи Мы молим Также Тебя О всех Еретиках Которые Мы знаем Которые Пошли Господи Вразумление Изгони Из них Духа Лжи Спаси И помилуй Господи Будь милостив Ко мне Грешному Создав И меня Господи Помилуй Меня Без числа Господи Я согрешил Прости Меня И помилуй Господи Соедини Нашу Молитву С молитвами Всех Святых Твоих На небе И на земле Господи Прими Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Господи Прими Нашу Молитву О всех Тех Кто Заповел Нам О них Молиться Спаси Спаси И помилуй Говори Господи Слушают И слышат Робы Твои Аминь Спаси Христос Аминь Молитву Молитву